Нас сплотила Олимпиада. На стадионе Миниозерова реют на ветру флаги поселения района и Российской Федерации. Коллективы спортклубов городских и российских поселений, легендарного звёздного городка, предприятий и организаций участвуют в летней спартакиаде Щёлковского района. В этом году она проходит под эгидой «Столетия» мощной в советское время организации ВЛКСМ. На одной площадке около тысячи человек разного возраста и уровня подготовки. Начало состязаний предваряет праздничное шествие участников. Первый после судей на стадион выходит команда городского поселения Щёлково. Театрализованная церемония открытия в этом году особенно торжественная. Щёлковский район стал центральной площадкой празднования Всероссийского Олимпийского дня в Московской области. Эта традиция основана ещё в 1948 году. Мы должны своим участием в этих соревнованиях поддержать историческую память о тех великих событиях, которые сделали наши комсомольцы. Они прошли Великую Отечественную войну, подняли страну после разрухи Великой Отечественной войны. Они во времена Советского Союза сделали столько свершений, что мы должны только на них равняться. Спартакиаду поддержали звёзды российского спорта. Футболист Алексей Смертин, двукратный чемпион по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Сёмочкин, победитель Кубка Европы подзиду Яга Абуладзе, победитель первенства мира по шашкам Иван Илясов. Проведение сегодняшних соревнований даст возможность и позволит нам ещё раз убедиться в том, что Московская область была, есть и будет поставщиком сборных команд Российской Федерации во всех отношениях, во всех видах спорта. Олимпийский день в Щёлкове не мог пройти без главного символа. На глазах сотен людей Юрий Копылов вручает олимпийский факел первому заместителю министра спорта Московской области Александру Сазановичу. «Спорт, он объединяет всех. И весь принцип олимпийского движения – это объединение стран, объединение людей». Символичным получился старт олимпийского забега учащихся оздоровительного лагеря юнормеец. Лётчик-космонавт Пётр Климук, Алексей Валов и все, кто находился на стадионе, прокричали бессменный девиз Олимпиады. «Быстрее! Выше! Сильнее!» Стадион имени Озерова в Щёлкове на несколько часов превратился в большую соревновательную площадку, где судьями выступили педагоги Щёлковской спортшколы. Команда сельского поселения Огудневская заняла первое место в стритболе. «Почему победа-то пришла?» «Потому что мы команда сплочённая». На беговой дорожке фиксировала результаты атлетов олимпийская чемпионка Марина Шмонина. «Выиграл, забег, всё понравилось. После реконструкции дорожка вообще замечательно. И бегать, и тренироваться – одно удовольствие». «Олимпийское движение что для тебя значит?» «Жизнь». Ещё одним испытанием лёгкой атлетики стали прыжки в длину с места. «Как результатом? Довольны? 2,65?» «Да, 2,65. Ну, в целом ничего. Радует пропаганда здорового образа жизни». Спортсмены-интеллектуалы выясняли отношения в домино, русские шашки и шахматы. «Ну, как игра проходит?» «Очень интересно. Все игроки очень сильные. И во многом зависит от удачи». «Спортивные мероприятия объединяют людей. Людям хочется быть здоровыми. А чтобы быть здоровыми, надо заниматься спортом. А чтобы заниматься спортом, должны быть условия. С нынешним губернатором очень много сделано. И сегодня вот здесь, в Чёлке, это настоящий праздник». На эмоциональном подъеме взрослые дети прошли спортивную эстафету. «Давай, давай, давай!» «Отлично, все очень нравится». «Что главное для того, чтобы пройти быстрее?» «Скорость, желание победы». «Быстрее, выше, сильнее». Вот и подошла к концу спортикиада Щёлковского муниципального района. Десять видов спорта. И, конечно же, семейные эстафеты. За моей спиной семьи получают медали за первое, второе и третье место. Дополнительным испытанием для мужчин стала любимая русская забава перетягивания каната. И в этих состязаниях одержать победу спортсменам помогли сила воли, командный дух и поддержка болельщиков. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково».